Так устроена жизнь. А вы сейчас просто, вот как раз вы то поколение, которое вам хочется сразу и сейчас. Вы настолько информационные, офигевшие люди сейчас, что вы хотите взрослеть быстрее. А я своему сыну всегда говорю, блин, матюх, не спеши. Блин, ты пипец, как ты. Вот знаешь, как мне хочется вернуться там в 15 лет. Да хрен с этим лицом, что оно прыщавое, блин. Да пофиг, блин. Но вернуться туда, это вообще круто. Но мы не вернемся никогда. Поэтому не спешите взрослеть. Оставьте дельту вот этого кайфа. Потому что когда начнется взрослая жизнь, можно будет ругаться матом. Пипец, как сложно начнется. Очень сложно начнется. Скажи, твои чувства ко мне реальны? Или это просто игра? Если ты меня любишь, пройдем все вместе. А если нет, отпусти меня. Это просто игра. Ненавижу проигрывать. Ты свободна. Спасибо. Альфредо, почему ты так сделаешь? Я люблю ее. Но сама она не более счастлива. Я счастливый человек. Приунываю. Бывает. Не скрываю. Но сказать, что я несчастен, не могу. После смерти моей мамы, когда я видел, как уходит мой близкий, самый близкий в мире человек, я понял, что на всю ту хуйню, на которую я тратил свою жизнь, и все мысли, и на всю суету, это казалось действительно хуйней. Я извиняюсь, по-другому это никак не назовешь. Счастье это... Ну, я, наверное, как старый пердон рассуждаю сейчас, как мне один раз сказали. Но я понял, что счастье это здоровье. Потому что это основное. В Казани есть реабилитационный центр для вот этого церебрального паралича, вот детишек, да? Вы посмотрите в эти глаза, и вот ты посмотришь, сука, кому плохо. Я тогда нажрался страшно, ну, в смысле, напился после этого. Я просто, я не мог, меня колотило, мне просто хотелось себя просто взять и просто нуть об стену. Поэтому я счастливый человек. А вы чего, Адин? Почему скучаете? Потому что я свою любимую потерял 4 года, 3 месяца тому назад в Турции. 30 лет мы с ней по миру путешествовали. И тут приехали в очередной раз. И вышли из моря в первый же день и попал в дом. И поэтому у меня вот так висит всю жизнь. Только не вспоминаю ни часы, ни минуты о ней. Поэтому я не имею права морального, чтобы кто-то рядом. Наверное, самое забавное, что можно пожелать, это... Потерпи. Это пройдет, и дальше будет лучше. Еще пару-тройку лет, и все рассосется, все услышится, все помирится, и станет гораздо лучше. К большому сожалению, в жизни так получается, что самые близкие иногда и предают. К этому не надо готовиться. Эта жизнь рассудит, предадут вас или не предадут. Не должно быть стеснительно то, что ты хотел быть счастливым и доверял тому или иному человеку. К сожалению, это жизнь, и еще, повторяю, будет масса всяких взлетов и падений. Если человек предает, значит, тому оно должно быть. Значит, вот нас родители учили, я помню, меня никогда не сжигать мосты, есть такое понятие. Там, если даже вы поругались, не сжигайте мосты, то он подолон. А потом я вырос, прочитал один раз историю такую, что не бойтесь сжигать мосты, чем ярче горят они за вами, тем светлее путь впереди. Оказывается, можно иногда сжигать мосты, поэтому нафиг я сжигаю мосты и, если что, нахожу на уши людей вместо того, чтобы нырять постоянно в эту машину времени. Есть момент, который называется просто и легко любовь, и она абсолютно преданная и искренняя. Если есть любовь, я знаю, насколько она преданная, любящая, если она влюблена, она влюблена. Вот что важно, потому что любовь, как мне кажется, она является главной во всем. Если люди любят друг друга, то ничто не должно мешать. Когда люди живут без любви, это жалко. Это жалко, жалко, потому что, наверное, кто-то кого-то обманывает и самих себя, и рядом близких. Не надо обманывать. Можно быть предельно честными, чистыми в этих отношениях. Конечно, проще всего вообще ничего не испытывать. Не сражаться, не бороться. Так проще, так спокойнее, так, наверное, даже дольше можно прожить. А любовь раздвигает горизонты. Как наркотик, но только естественный, который нельзя купить. Ты мой человек. Это очень важно. Сказать друг другу. Ты мой человек. Любовь важнее всего. Вообще важнее всего. А как вы думаете, вот эта способность встретить любовь и ее распознать, она всем дана? Мы просто не замечаем? Или она вот кому-то дается? У меня есть ощущение, что надо заслужить. Нужно через что-то пройти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok